Доброе утро, дорогие друзья! Члены Общественной Палаты Югры станут наблюдателем за ходом голосования за внесение поправок Конституции Российской Федерации. Подробнее об этом мы поговорим с председателем Общественной Палаты Югры Ириной Максимовой. Ирина Ивановна, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Объясните, пожалуйста, почему к голосованию привлекли членов Общественной Палаты? Ну, во-первых, надо углубиться, вернуться на два года назад. Впервые на основании федерального закона именно Общественная Палата Российской Федерации, Общественная Палата Регионов стали формировать корпус наблюдателей. И такой первый опыт общественного наблюдения за ходом голосования показал положительные результаты. И появился, собственно, следующий федеральный закон, по которому Общественная Палата будет формировать корпус наблюдателей на выборах, в том числе любого уровня, федерального, регионального, муниципального. Почему общественные наблюдатели? Это люди, которые не принадлежат ни к одной из политических партий. У них нет задания отстаивать интересы того или иного кандидата. А в этот раз на общероссийском, общенародном голосовании, общероссийском, у нас формируется корпус общественных наблюдателей впервые совместно с политическими партиями. А какие партии будут принимать участие? У нас три политические партии. Мы подписали с ними соглашение. Это партия ЛДПР, партия Справедливая Россия и Единая Россия. Общественная Палата еще подписала соглашение с региональными общественными организациями, которые тоже дали своих наблюдателей. В общей сложности мы сформировали на сейчас корпус наблюдателей. Более 8 тысяч человек входят в этот корпус наблюдателей. Ну, во-первых, у нас совершенно другая задача. Мы будем наблюдать не один день во время голосования. Наша работа будет растянулась на 7 дней, начиная с 25 числа. Почему? Потому что каждый должен знать, что у нас в этот раз три формы голосования. Традиционная на участке, форма голосования на дому. И здесь не обязательно, она по заявлению человека, он хочет, чтобы пришли к нему цены участковой избирательной комиссии и наблюдатели, он хочет проголосовать на дому. И третья форма, это в местах общего пользования, так называемых. Ну, например, во дворах. Я вчера вот была в Нягоне и увидела, что закуплены большие тенды, которые позволяют, будем говорить, на свежем воздухе провести общенародное голосование, тем самым снизить риск распространения коронавирусной инфекции. А скажите, Ирина Ивановна, а кто может проголосовать на дому и каким это образом будет происходить? Абсолютно любой человек, в отличие от выборов, будем говорить, федерального, регионального и муниципального уровня, нужно основание. Ты должен быть либо человеком пожилого возраста, либо человек болеет, либо человек с ограниченной возможностью в себе здоровье. Здесь сейчас только заявление, которое может подать на сайте госуслуг, может обратиться в социальную службу, может обратиться в участковую избирательную комиссию и сказать, что вот я желаю проголосовать на дому. Особого основания для голосования на дому нет только заявления человека, который хотел бы проголосовать на дому. А у приходящих должны быть документы с собой? И как они должны подтвердить? Потому что если это все-таки те люди, которые старшего возраста, они находятся на самоизоляции, вот так, чтобы не получилось, что пришли бы мошенники какие-то. Безусловно. У людей будут, естественно, подтверждающие документы, что они являются членами участковой избирательной комиссии. У наблюдателя обязательно будет тоже документ. Во-первых, направление, во-вторых, бейдж. Ну и говоря о том, насколько они контактируют, надо сказать, что они не заходят в помещение, то есть в квартиру. Они общаются, и члены участковой избирательной комиссии, и наблюдатель находятся буквально на площадке. Они на дверную ручку, в полиэтиленовом пакете повесили все, что необходимо для голосования. Бюллетень, ручку, маску, перчатки, дезинфицирующие средства. Человек предъявляет паспорт, что именно это он, тот человек, который заявление написал на голосование на дому. Он забирает этот пакет, естественно, выполняет свои функции, проставляет, и снова возвращает пакет на место. И комиссия участковая вместе с общественным наблюдателем забирает этот пакет, укладывает его, вернее, бросает его в ящик переносной, и, естественно, все это опечатывается. Для чего нужны наблюдатели? Для того, чтобы мы понимали, что общенародное голосование носит такой легитимный характер. Мы осуществляем, мы гаранты легитимности, прозрачности. То есть это воля изъявления народа, правильно? Конечно. И никто, и никого не может заставить прийти на избирательный участок. Это только гражданская позиция человека. И, пользуясь случаем сегодня, хочу сказать, вот вчера я почитала ряд постов под сообщениями, и есть ли о наблюдателях. Если вы по какой-то причине вас заставили стать наблюдателем, будем говорить, на вашем предприятии, пожалуйста, не делайте этого. Потому что тем самым вы дискредитируете вообще форму, будем говорить, общественного наблюдения. Никто и никогда не может заставить делать человека то, что не есть его внутренним убеждением. Поэтому я очень прошу, если вы действительно не хотите быть наблюдателем, вы можете отозвать свое заявление. Тем самым у нас достаточно большой корпус наблюдателей, не нужно дискредитировать достаточно хорошие вещи. Все мы делаем. Вот мы должны понимать, что много в этом мире зависит от нас самих. И не надо поддаваться такому настроению, как многие сейчас говорят, у части людей есть такое состояние, как агрессивная апатия. Мы агрессируем, и при том ничего не хотим делать. Давайте выходить, ведь мы совершенно другой народ, народ активный, думающий, от каждого из нас зависит принятие решения. Ирина Ивановна, давайте еще раз напомним, где люди могут заказать услугу, ну как я говорю, это услуга, вызов наблюдателей для того, чтобы проголосовать на дому. Ну, проголосовать на дому, они могут свое отправить заявление оставить на сайте госуслуг, если они зарегистрированы. Могут обратиться в социальную службу, если они находятся там, если это пожилые люди. По месту жительства. Да, по месту жительства. И могут позвонить и проконсультироваться в свою участковую избирательную комиссию. Или в территориальную избирательную комиссию, которая находится в каждом муниципальном образовании. Ну, я призываю, чтобы особенно молодые не злоупотребляли этой возможностью проголосовать на дому. Потому что, естественно, они могли бы прийти на участок, прийти на участок, который, собственно говоря, обеспечены все меры предосторожности. Тем более, если голосование будет на дому, чтобы действительно в меньшей степени и члены участковой избирательной комиссии, и наблюдатели ходили именно к тем людям, которым действительно надо проголосовать на дому. Спасибо вам огромное за разъемные ответы. Ирина, большое спасибо. Будьте здоровы и хорошего дня. Спасибо. Вам также хорошего дня. Спасибо.